Друзья, приветствую! На связи Станислав Орехов. В сегодняшнем видео поговорим о том, что я делаю, как я мыслю, чтобы помогать людям зарабатывать в непростой ситуации. Это видео будет полезно в двух случаях. Первый, для тех, кто чувствует себя сейчас в опасности, что есть некая нестабильность и нужно что-то с этим делать. Попробуем разъяснить эти моменты. И второе, если у вас уже все отлично, что вы сами разобрались и действуете, готовы к новым свершениям, но в любом случае у вас есть друзья, знакомые, клиенты, кто находится под неким впечатлением от происходящего. И вы можете использовать мою технологию, как я мыслю, что я делаю, для того, чтобы тоже их успокоить и быть для них такой путеводной звездой. Сначала хочу сказать, что я сочувствую всем тем, кто сейчас в сложной ситуации, кто переживает, кто потерял работу, родных, веру в себя, в человечество, в жизнь. Это все пройдет в любом случае. Кроме сочувствия, ничего передать вам не могу и рекомендую настроиться, как бы это странно ни звучало, на какой-то позитивный лад. О том, как это сделать, сейчас буду рассказывать. Все, что будет далее, это мое мнение. Оно может вам не понравиться и это тоже нормально. Я к этому готов. В принципе, я к этому и стремлюсь. С моим мнением можно поспорить, можно его использовать, если посчитать, что оно вам будет полезно. Я не хочу никого переубеждать, не заставляю верить себе. Каждый сам решает, что делать и кого слушать. Никто не знает, как правильно. Очень важная мысль, потому что кто бы что ни говорил, мы всегда должны ориентироваться на себя. И если особенно кто-то говорит, что точно знает, как нужно, наверняка он лжет, либо использует вас, возможно, манипулирует в каких-то обстоятельствах. Поэтому еще раз говорю, верить никому не нужно, никто не знает, как правильно. Смотрите, изучайте разные способы и принимайте свое взвешенное решение и снесите за него ответственность. Мы можем только предугадывать, и у нас есть некие вероятности развития события, которые произойдет так или иначе. Я решил записать это видео, чтобы спасти от крайностей. Существует две крайности, что караул все пропало, закупаю гречку, пакую чемодан и уезжаю. И второе, это что перед нами новые возможности, мы вдруг сейчас все озолотимся, все будет хорошо. И вот, кстати, ссылка на оплату моего курса. Ни первая, ни вторая позиция не относится никак к действительности, они неправильные, потому что они, в принципе, эктремумы. И нам нужно найти нечто посередине. Я за прагматичный и здоровый подход, это суть моей работы всегда. И эта стратегия нравится немногим людям, это тоже нормально. Я не буду ее навязывать, но если кого-то успокоит, либо вдохновит мое наблюдение, то мне этого будет достаточно. Итак, я использую три важных аспекта для старта вообще обсуждения, давайте о них поговорим. Первое. Деньги зарабатываете вы, если приносите пользу людям лично, либо своими продуктами. Никто не будет платить за красивые глаза, ну, бывают случаи, конечно, но вообще в целом должна быть какая-то польза. И если польза есть, то будут платить. Это аксиома. Если пользы нет, то платить не будут. Поэтому наша задача придумать пользу. Второе. Какие-то продукты на данный момент будут востребованы и будут использоваться постоянно, которые будут спрос, и какие-то точно выйдут из обихода. И такие тоже есть. И кто-то является частью большой системы из людей и делегировал часть ответственности за себя, на руководителя. И получает клиентов, получает заказы через крупные компании, либо своего работодателя, сами являются сотрудниками. Это нормально, да? То есть другие строят свою цепочку продаж и производства, то есть являются предпринимателями. И первые, и вторые имеют право на жизнь. Это разные стратегии. Первая – это больше стабильность и присоединиться к кому-то. Вторая тема – это больше ответственность и работа на себя. И первые, вторые правы по-своему, потому что это внутри так у нас заложено. И в любом случае мы должны понимать, что каждый рискует. Первые рискуют, что их с работы уволят, и нужно будет действовать в незапланированных обстоятельствах, незапланированных ситуаций. А вторые – то, что они ответственны за многих людей, и если что будет не так, тоже на них ответственность. В общем, сейчас под ударом и первые, и вторые, но и есть шансы и для первых, и для вторых. Просто понимаем, что они есть, и вы тоже находитесь на одной из позиций. Давайте сразу определимся. Да, кому-то будет хуже. Точно. Чтобы вот уже закрыть эту тему раз навсегда. Бедные люди будут беднее, да. Тревожные люди будут тревожней, да. А богатые, если не будут богаче в абсолютной величине, то все равно окажутся выше остальных. Почему? Потому что они действуют и принимают решение из состояния, что у меня будет все хорошо, и меня не парализует страх и какие-то невзгоды. То есть я буду действовать в любом случае. И наша задача – научиться действовать именно так. Перестать быть тревожным и перестать мыслить как бедные люди. Как бы это странно ни звучало. Но есть один феномен, да. Статистика нам вообще ничего не говорит. Многие говорят, вот сейчас все будет хуже у всех. Но статистика говорит о том, что будет у всех. Но она не говорит нам, что будет у нас. И здесь интересный есть феномен. Подмена понятия я бы даже это сказал. Обратите на это внимание. Что то, что кому-то будет плохо, например, там каким-то компаниям, да, ларек в интернете или магазин разориться, это не значит, что у вас будет все плохо. Это значит, что просто они неэффективны на данный момент, и они не могут себя продать правильно и эффективно. Вот что это значит. А вы можете, это не значит, что вы не можете. Выбор каждого человека персональный, быть ли ему эффективным или не быть. Мотивация, правильный план, действия, навыки, интеллект, критическое мышление, отсутствие тараканов в голове, правильные установки определяют ваш конкретный успех не по статистике, а именно ваш и мой на 99%. А статистика, которая говорит, что некоторым людям будет сложнее и нагнетает обстановку, влияет только на 1%. Поэтому можно ей пренебречь и работать над собой. И тогда у вас точно будет все хорошо. Нет никакой зависимости от того, что разориться ларек шаурмой, и ваш неуспех или успех. Это абсолютно никак не связано, не подменяйте понятия. Вот что действительно влияет, это непродуктивный настрой и тревожность. Это влияет сильно. Я не знаю, как вам побороть именно тревожность и если какой-то есть средоносный настрой, вы должны сами справиться. Но я могу сказать, как я мыслю и как я действую в этом видео. И возможно, вы сможете применить это тоже для себя. Я понимаю одну вещь. У меня есть некие навыки, которые привели меня в ту точку, в которой я сейчас нахожусь. У каждого эта точка своя. Не важно, какая она. Важно, что у вас есть навыки, которые привели вас туда. Мой мозг создан действовать в сложных ситуациях. И даже если это не так, потому что самое интересное, я просто представляю себе, что я действую в сложных ситуациях, действую правильно. И это тоже нормально, тоже прокатывает. У меня есть инструменты придумывания продукта и стратегии, и ее монетизация. Действительно, они у меня есть. У меня большой опыт и насмотренность, знание психологии, знание дизайна, знание создания компании, студии. Я могу эти данные, эти знания использовать для создания новых продуктов, либо помочь другим людям создавать новые продукты. Я это могу делать. Если я умею создавать востребованные продукты, если вы умеете их создавать в любой экономической модели, то с чего вам переживать вообще? У вас поменялась обстановка, у вас поменялась ситуация, но вы можете придумать новый продукт. Этим и надо заняться. И наоборот, пока идет передел рынка, и половина людей в панике, как раз надо бронировать себе удобное место. Вернемся к риторике некоторых людей, что все будет только хуже. Оптимистам тоже может быть опасно, потому что отстраниться от новостей не получится. В любом случае у вас будут друзья, знакомые, так или иначе у вас будет повестка. А значит, если мы понимаем, что от негативных новостей отстраниться не получится, нам нужно изменить их восприятие, как делают в НЛП и психологии. За это вот их можно похвалить. Просто меняем образ мысли и думаем, что мы можем теперь с этим делать. Витает в эфире страх от некоторых людей, что все будет только хуже. Давайте допустим, на секундочку, что это так, и будем исходить из этого, что да, допустим, всем будет хуже. И включим логику, чтобы показать, как с этим можно справляться. Я покажу, что мне позволяет оставаться спокойным и уверенным в себе и в продукте даже в текущих обстоятельствах. Я задаю себе ряд следующих вопросов, которые рекомендую вам тоже задать себе и поотвечать на них, проследить, как у вас идет в голове мыслительный процесс. Первое, что я спрашиваю себя, останутся ли деньги, как платежный инструмент вообще в целом в принципе? Ну да, скорее останутся. Будут ли бизнесы какие-то, пусть и локальные? Да, будут бизнесы локальные. Попробуют ли компания и люди найти способ работы в новой ситуации? Да, какие-то попробуют. Получится ли у них? Наверняка у кого-то получится, а у кого-то нет, и это тоже нормально. Будут ли люди зарабатывать хоть и какие-то деньги? Скорее да, чем нет. Будут ли цениться качества услуг в текущей обстановке и ситуации? Да, качество будет цениться, потому что если кто-то будет что-то делать, желательно, чтобы это было качественно. Будут ли те, кто успешнее других, даже в самых худших сценариях? Да, будут такие люди, потому что они предприимчивы и они принимают решения. Захотят ли такие люди и компании стать еще успешнее? Наверняка да. Будут ли те, у кого недостаточно клиентов и денег получать их в избытке? Не факт. Не будут. А может и будут, если будут принимать правильные действия. Получится ли у них? Опять же не факт. Может получиться, а может нет. Значит ли это, что не надо пробовать? Нет, не значит. Пробовать надо в любом случае, потому что если не пробовать, то обеспечена как раз таки неудача. И даже если ты не уверен, что получится, все равно надо действовать. Людям важны будут человеческие отношения, забота, дома, корма для животных, детские сады, хлеб, запчасти, декор, интерьеры, спортивные занятия, мероприятия. Вообще нужны будут? Скорее да, чем нет. Жизнь вообще останется? Скорее да, чем нет. Будет ли сложно слабым? Да, слабым может быть сложно. Будет ли сильные люди с деньгами хотеть стать еще сильнее? Да, сильные люди захотят еще сильнее стать. Нужна ли будет им помощь в продажах, систематизации, создании продуктов и упаковке? Да, им будет нужна помощь, потому что они будут искать хороших сотрудников, подрядчиков, дающие качество. Конечно. Нужна ли им будет работающая схема, как быстро из гарантии получить деньги клиентов и результаты? Да, конечно. Всем бизнесам всегда нужны клиенты, платежспособных, с хорошим заказом и желательно платящие щедро. Да, такие люди нужны. Может ли вы им помочь в этом? Да, можете. Это и есть наш продукт. Нужно ли переубеждать и спасать людей, которые сейчас не понимают, что происходит и нагнетают? Нет или да? Давайте посмотрим. Если да, нужна ли им психологическая помощь? Да, возможно, нужна. Это еще один рынок, еще один бизнес. Каждый из этих вопросов порождает тема, что людям нужна будет помощь, и эту помощь, если кто-то дает, он получает за это оплату. В принципе, можно на этом заработать? Да. На психологической помощи можно заработать, можно запустить тоже, в том числе, помогать. Либо предыдущую тему мы обсудили с помощью по привлечению клиентов. Здесь по психологии тоже можно. И так можно в любой нише сделать. Будут ли сильные люди, которые на этом зарабатывают? Да, конечно, будут. Поможет ли слабым психологическая помощь? Не факт, что поможет. Будут ли слабые, которые станут сильнее и поверят в себя? Да, будут такие люди слабые, которые прошли психологическую помощь и которые будут сильными. Они встанут на правильный путь. Да, такие будут. Можно ли им как-то помочь в развитии? Да, им можно будет помочь в развитии. Вот еще одна цепочка продаж, цепочка услуг, которая будет востребована абсолютно точно. Можем ли мы поменять свой продукт? Да, можем, перестроить его можем, мы можем оказывать психологическую Либо помощь, связанную с поиском привлечения клиентов, тоже можем То есть рынок достаточно большой, если понять, что люди будут И помощь им будет нужна в любом случае С разными позициями И в бизнесе, и в личных отношениях, и в ментальных отношениях И во всем-всем-всем, что мы увидим То есть наша задача, по сути, увидеть этот продукт И тут у нас возникает вопрос вероятности Насколько у нас получится это делать И они зависят вот от чего Первый вариант, да, уехать вообще, начать с чистого люста в новом месте Это тоже можно сделать Кто-то так и поступает, кто-то так не поступает Дальше у нас есть уровень тревоги Есть люди, которые тревожные и беспокоятся У них, скорее всего, меньше получится шансов Да, кстати, если ты уже в новое место с чистого листа То шансов, наверное, тоже меньше Потому что много чего сначала надо начинать Уровень тревоги, если высокий, то тоже шансов меньше Скорость изменений, если у тебя маленькая То тоже шансов меньше Положительный опыт справляться с кризисом, если есть То шансов больше, если нет, то меньше Но не значит, что они отменяются Уверенность в себе и в своих навыках Либо она есть, либо их нет И тоже люди, которые не уверены в себе, им будет сложнее Поэтому наша задача повысить свои вероятности То есть желательно делать то, что делали в этой нише Просто изменить уровень тревоги, скорость изменений Положительно справляться с кризисом и уверенность в себе А это психологическая работа Это как раз то, что мы поговорили выше Что возможно, если вы это проработаете в себе То ваши шансы на успех увеличатся Это вопрос к себе, кто захочет, тот будет делать Есть вопросы решений Я тоже себе их задаю, да? Чтобы понять, что делать Что случится, если я ничего не сделаю? И просто продолжу делать то, что делал Подожду Что-то изменится или нет? Будет ли мне хуже? Будет ли мне лучше? Если мне будет лучше, то я продолжу делать то, что делал Если мне будет хуже, я понимаю, что надо новый продукт запускать И я буду запускать новый продукт Что случится, если я рискну с новым продуктом и не получится? Это к вопросу о страху Потому что многие люди хотят начать новый продукт Но не знают, как это сделать Переживают, что у них не получится и из-за этого не начинают Мне такие много людей пишут И надо подумать, да, если ты не начнешь Будет ли нормально? будет ли также будет ли то положение которое останется тебя устраивать если нет то разумно действовать если да то окей значит тогда ничего не делать это каждого решения дальше я задаю себе вопросы продукта будет ли ваша ниша в целом востребована ну либо моя ниша если будет то как можно в ней привлечь больше людей сделать упаковку презентацию историю продажи мы работаем над упаковкой то есть чтоб нас у нас узнали о нашем полезном материале узнали как можно больше людей не изменяя продукт если нет если ваша ниша закрылась допустим вы привозили из италии мебель сейчас она не актуальна то как вы можете использовать на данный момент свои навыки знания в другой нише для того чтобы создать быстро мне продукты тогда вам нужно будет знание как создавать продукт другой ниши используя свои навыки второй вариант вопроса по продуктам как делать сейчас будет ли востребован вашей нише вип-сегмент премиальный сегмент к примеру мы делаем дизайн интерьера востребован ли сейчас премиальные продукты до востребованы конечно они всегда остаются потому что если нет то вы ошибаетесь если вы думаете что будет только эконом это не так всегда будут люди в любой нише если она востребована сейчас то там есть премиальный сегмент абсолютно точно в любом самолете есть там места бизнес-классы кто-то их покупает хотя летят одинаково если да если вы понимаете что в вашей нише есть премиум сегменты будет востребован то вопрос к вам, как создать такой продукт, а это уже техническая работа, и ее можно сделать. Третья часть, третий вопрос по продукту, как помочь людям, это еще одна вариация продукта, если вы хотите им помогать, привлечь других людей на их продукты, то есть как помочь им привлечь больше клиентов и получить больше заказов, это еще одна ниша. К примеру, если вы занимаетесь дизайном интерьера, либо пошивом одежды, и вы умеете, вы знаете, как привлекать сегмент, как правильно упаковываться и продавать, как налаживать рекламу, у вас это получается, вы нашли какой-то метод сейчас, то вы можете как делать это этим методом в свой бизнес привлекать людей, так и учить других людей привлекать таким же методом. Например, у нас работает клуб, в котором я рассказываю о наших методах привлечения клиентов, и в этом клубе числятся люди, которые хотят делать так же, и они платят абонементскую плату, небольшую, но фиксированную, и так как там более 50 человек, то сумма в принципе получается неплохая, и вы тоже можете создать такой клуб, вполне. Также можно создать индивидуальную дорогую программу, создать вип-продукт, потому как привлекать премиальный сегмент в вашу нишу другим людям, если вы это умеете делать, и тогда возникает вопрос, один раз научиться делать это себе, и потом вы будете зарабатывать одновременно и на своем бизнесе, на своем продукте, и можете запустить дополнительный второй продукт, вот как это делаю я. Это тоже возможно, не говорю, что это всем нужно, но это возможности, мы говорим о возможностях продукта, чем заниматься. Четвертый вариант, если вы вообще хотите в новую тему пойти, могу ли я получить новую профессию? Если нет, то вы рискуете остаться за бортом, или стратегия помощи можете использовать, когда у вас нет денег, нет навыков, новой профессии, то что вам остается? Ну по сути только быть полезным как личность, ну там условно девушкам это может подойти, найти богатого мужчину, тогда тоже ты сам с собой продуктом занимаешься, ну либо наоборот, бывает мужчина, который находит богатую девушку, переживает сложные дни. Ну то есть вы понимаете, да, то есть вы тогда сами являетесь собой продукт, и тогда вам нужно развивать личные качества, которые будут либо успокаивать, либо помогать другим людям добиваться своих целей. Можно музой стать, это тоже возможно. Вот, а если да, если вы хотите сами своим продуктом, своими услугами, своими силами, навыками зарабатывать деньги и получить новую профессию, то да, вы можете получить новую профессию. К примеру, мы обучаем профессии дизайна интерьеров, мы обучаем профессию консультантов по увлечению дохода, ну вот, к примеру, сейчас вы можете взять мою систему и применить ее к своем бизнесе, научиться, и применить ее потом в другом бизнесе, чтобы другим людям помогать. Такое тоже делается. Но здесь нужны новые навыки, новые знания, скорее всего, которых у вас не было. Дальше я включаю свои установки, они, естественно, должны быть тоже правильные. Мои установки такие. Первое, самое главное, зарабатывать деньги – это моя обязанность. Абсолютно точно я хочу и буду зарабатывать деньги, потому что от этого зависит и моя безопасность, моих сотрудников, клиентов, близких. В общем, это надо, это важно. И более того, это хорошо. То есть зарабатывать деньги – это единственное и самое важное, что мы можем себе позволить. Как там в самолете, да, сначала помоги себе, когда идет, маски выпадают, потом ребенку, да. Соответственно, мы должны себя обеспечить, первую безопасность. И если есть выбор, как зарабатывать деньги, если мы все равно хотим это делать, то желательно, да, почему бы не заказать уже все, все меню. Что делать – это в комфорте, честно, эффективно. Чем больше денег, тем лучше. И на деле желательно, которое нравится, которое дает энергию. Было бы неплохо. Вот я так думаю, и, соответственно, я придумываю себе решения, которые в таких обстоятельствах дадут мне самое интересное дело, которым я буду занят. И еще третий фактор. Мне очень важно заниматься делом, которое зависит от меня. Это не государство, да, чтобы ни от кого не зависеть, не корпорации, когда у них там закроются, чтобы я не зависел от них и весь свой бизнес не строил. Ни на YouTube, ни на Instagram, которые сейчас закроют, на чужих сервисах. Я хочу использовать только свои знания и навыки. И я хочу, чтобы были клиенты в избытке в этом формате. И большой рынок. Поэтому я занимаюсь тем, чем занимаюсь. Параллельно с тем, что у меня работает студия дизайна, у меня работает, там, у меня книга есть, другие проекты, конференции. Вот я еще запускаю вот этот продукт, потому что мне интересно этим заниматься. Здесь я волен заниматься тем, чем я занимаюсь именно в свободное время. Возможности у меня есть, потому что я сам себе график делаю. И люди, которым нужна помощь, они тоже в избытке. Много людей, которым нужна помощь в плане создания своего продукта и привлечения клиентов. И вы здесь, в принципе, тоже здесь именно для этого. Как я действую? Что я делаю в этом обстоятельствах? Я выбираю востребованный продукт. Это логично. Странно продавать то, что людям не надо. Поэтому мы продаем то, что людям надо. Второе. Я выбираю дорогой продукт. И тут очень важное уточнение. Почему мой продукт должен быть дорогой? И почему ваш продукт должен быть дорогой? Почему дорогой продукт – это единственное верное решение в данный момент, я считаю? Потому что зачем продавать дешево, если можно продавать дорого? Казалось бы, очевидно. Дешево продавать даже получается сложнее, чем продавать дорого. Это не очевидно, но это так. Когда вы продаете дорогой продукт, вы сами развиваетесь. Вы работаете с очень сложными, нетипичными, нестандартными задачами и развиваетесь очень сильно, очень быстро. Это здорово для развития своих навыков. я могу больше дать каждому клиенту если работаю с ним персонально поэтому у него будет лучший результат лучше будет отзыва лучше будет вообще все будет лучше потому что ну потому что это при индивидуальной работе всегда получается все лучше чем через систему и поэтому я получаю хорошие отзывы хорошие рекомендации могу спокойно двигаться с этим дальше мне нужны не нужны кураторы мне не нужна сложная система мне достаточно вот камеры микрофона экрана телевизора презентации моей головы и я могу помогать людям вы можете делать то же самое поэтому личная работа дорогая она сейчас будет очень востребована и вы можете максимально быстро получить результат с клиентом не через полгода вы не учите его как делать вы просто с ним вместе делайте помогаете ему достигнуть результата когда результатом получает это деньги клиенты отношения эмоции он уже может это повторять уже без вас есть у него распаковывается возможность делать это самостоятельно это и есть ваш результат работы. Ну вот я иду в таких результатах. Третье. Я никого не переубеждаю. Это тоже дорого. Я беру не всех, именно персональную работу. Почему? Специально вот записываете видео, записываю материалы. Те, кто не отвечает, не беру. В общем, людей, которые нужно уговаривать, это очень дорого. На самом деле гораздо проще получить результат с человеком, который настроен положительно, чем поменять человека, который настроен, что у него не получится. Поэтому я помогаю изначально вся моя воронка продаж, все мои маркетинговые действия нацелены не на то, чтобы продавать всем, а на то, чтобы отсекать лишних. И я помогаю осознанным клиентам, положительно мыслящих уже. У них, как правило, результат быстрее. А чтобы их найти, этих людей, есть инструменты. Маркетинга, истории, продажи, и я их знаю. И я их использую. И я эти инструменты продаж учу как раз вас использовать в вашей нише, в вашем проекте. И это мой ресурс. Я умею это делать. Я умею этому учить, умею это делать, умею делать это сам, у меня это получается, и я могу эту тему передать. И то же самое вы можете это сделать и передать другим в принципе. Эконом-клиенты, хоть их и много, но платят они мало, работают столько же с ними или даже больше. И высокая конкуренция организуется. Бизнес и премиум клиенты у них идут через изменение продукта и мышления. Вы не можете просто так работать с эконом раньше, вдруг начать работать с бизнес и премиум классом. Почему? Потому что вам будут платить дорого, если у вас будет другой продукт. И в итоге мы должны создать себе другой продукт, дорогой продукт. И как это сделать, я тоже буду рассказывать в рассылке, поэтому смотрите внимательно. Нам проще поработать с собой, проще поменять себя, свои мысли на премиум, потому что это от нас зависит, как мы это изменим, нежели менять рынок и угодить эконом-клиенту. Это реально проще, потому что себя мы можем поменять за месяц-два, а рынок мы там годами не можем менять, он еще сам меняется. Это от нас не зависит. И это мое видение, это то, что делаю я и как приду из частной практики, которой я сейчас занимаюсь в принципе, к системе с такими же деньгами. Дальше, когда это заработает, я буду делать эту систему, потому что я это уже делал, я дойду до трех миллионов, до пяти, до десяти, в принципе это возможно, это реально. Откуда я это знаю? Очень просто, потому что это примерно один миллион долларов в год по текущему курсу, а я это уже делал. Не в год, не с 12 месяцев, но за 18. У меня уже был проект, на котором я за 18 месяцев доходил до миллион долларов. Это было, это работает. Поэтому для меня это, ну как бы на грани фантастики, это понятная реальность. Я уже просчитал этот проект, он будет работать. Также и вы можете просчитать свой проект и просто действовать по оговоренному плану. Цель понятна, реальная, она достижима. Тут возникает вопрос, вот даже когда я публиковал видео, то, что у меня получается, я же просто рассказывал, как я делаю. И вот мне стали писать люди, что вот после 24.02 никак, никак не выйти вот на такие объемы, на такие результаты не получится. И вот люди там с удовольствием пишут, это точно и огонечек ставят. Ну то есть, да, как бы есть такое мнение. И на самом деле это хорошо, потому что такие люди, которые пишут, вот я вас знаю, лично хочу сказать, что вы говорить мастер, говорить ни о чем, много, создавая вокруг пыльную бурю, хорошо, что такие люди есть. И хорошо, что их много. Ну неправильно, конечно, так говорить, но по факту, оказываясь среди таких людей, либо вы самостоятельно, если вдруг у вас там что-то не то, ну я надеюсь, это не про вас, но если вы видите, что вас будут критиковать, это хорошо. Потому что эти люди, они изначально не будут ничего делать, а значит у вас не будет конкуренции в вашей нише. И пока конкуренции мало, мы можем занимать самые выгодные места. Хорошо, что есть люди, ну как бы для нас, с прагматичной точки зрения, с такой точкой зрения, иначе у нас бы была бешеная конкуренция. Вы видите, что чем больше таких людей, в общем, пусть вас не останавливает критика, возможно, это хорошо. Это значит, что вы идете на правильном пути, это значит, что вы уже выходите вперед. Я так всегда думаю, у меня всегда такие комментарии веселят, я хочу больше, чтобы было такого. Мне гораздо было бы страшнее и хуже, если бы все такие, окей, все делаю и занимаем твой же рынок, твою же нишу. Быстренько учимся, все внедряем. Но я знаю, что такого не будет, потому что по статистике 95% людей ничего не будут делать, и 5% людей будут наши партнеры, клиенты, с которыми мы пойдем дальше в светлое будущее. Возникает вопрос у некоторых людей. Я себя знаю, у меня ничего не получится. Хочется ответить. Да, у вас не получится, так и есть. В текущих обстоятельствах собраться и что-то сделать сложно. Да, в текущих обстоятельствах сделать что-то сложно, действительно это так. У меня нет денег и сил, что мне делать. Я не знаю, что вам делать. В заключение, чтобы было понимание. Я постараюсь помочь вам, те, кто сейчас здесь слушает, смотрит, но не могу помочь всем. Вам нужно проявляться, задавать вопросы, отвечать на вопросы. У меня есть система, она 100% у вас работает, если вы будете ее применять. Откуда я это знаю? Она работает у меня во всех проектах, во всех проектах людей, с которыми я лично работал, которых я вел до результата. У меня продукт называется, что я веду до результата. Если вы работаете, вы доходите до результата в любом случае. Спрашивайте, и я помогу. У меня пока есть время, пока я не набрал себе людей, с которыми работаю персонально. Поэтому у вас есть пока возможность. Я делюсь с вами, что делаю сам. Я не знаю, как надо вам делать. Помните, что никто не знает. Но вы можете использовать мой метод, использовать его для себя. Но ответственность будет на вас. Я в такой же ситуации, чтобы тоже было понимание, как и вы. Я не какой-то исключительной особенности. У меня нет. Просто у меня есть определенные навыки, определенные технологии, которые я вам рассказываю, мне не жалко. Используйте. Мне тоже бывает некомфортно, мне тоже бывает страшно, мне тоже бывает неопределенно. Я просто решаю эти вопросы с помощью разума и действий. Я не даю эмоциям и хаосу захватить мой мозг. Я действую правильно. И всем сейчас непросто. Но вместе мы будем в безопасности. Вы можете рассчитывать на поддержку также и других участников, если будете давать такую поддержку, положительно мыслить и делиться своим мнением и мыслям. Это очень нужно сейчас многим людям. именно такая поддержка. Поэтому делайте, получайте результаты и я вам тоже буду помогать. У меня лично есть план. Я его разработал. У меня есть навыки, которые помогут реализовать этот план. И я их использую, этот план и эти навыки, чтобы помогать людям и на этом зарабатывать себе. Это мой продукт. Наблюдайте, используйте его с умом. Приходите, если решите работать вместе со мной до результата. Или как минимум на консультацию. Можете по своему проекту просто со мной связаться и обсудить. Пишите вопросы, если у вас есть, в Телеграм-канал и будем работать с вами, обсуждать, чтобы у вас все получилось. На этом у меня сегодня все. Если есть какие-то вопросы, если есть чем поделиться, если кого-то вдохновил, пишите под этим видео комментарии. Мне будет очень приятно и с удовольствием тогда на ваши вопросы. Возражения если есть, тоже не стесняйтесь, пишите. Я отвечу и мы пройдем уже этот путь вместе. Я думаю, что мы можем вместе запустить новый продукт и добиться финансовых успехов ваших, в вашей теме. У вас точно все получится, если вы будете действовать по плану. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...